Привет дорогие друзья! От сегодняшнего дня многие ожидали многого, потому что ожидалось, что руководство Российской Федерации сделает некоторые заявления, которые повлияют на формат СВО и повлияют может быть на жизни сотен тысяч граждан Российской Федерации, а то и миллионов, знаете, а то и миллионов. Но ничего этого не произошло. Лавров сделал ряд заявлений, такого концептуального, можно сказать, характера. Он напомнил о том, то есть они вернулись к первоначальным целям СВО и опять их подняли, как будто бы, знаете, тралом. Опа! И они со дна поднялись и о них снова начали напоминать, вынося их в заголовок, в общем-то. Короче, что типа в соответствии с Украинской же Конституцией ни русский язык, ни русские не должны подвергаться никаким преследованиям на территории Украины, а также не должно быть угрожающей инфраструктуры, угрожающей Российской Федерации инфраструктуры. Я здесь уточню, что не сказано, что не должно быть угрожающей инфраструктуры на территории Украины, а вообще везде. Поэтому Казахстану я бы советовал приготовиться. Также Лавров заявил о том, что Запад пытается окончательно решить русский вопрос, по аналогии с окончательным решением еврейского вопроса, конечно же, который продвигался нацистами. И опять пошли сравнения, то есть сравнения с тем, что коллективный Запад уже пытался когда-то уничтожить Россию, в частности, это когда был Наполеон в 2012 году и Гитлер. Если тогда, допустим, когда при Гитлере во главе коалиции стояла нацистская Германия, то сейчас понятно Соединенные Штаты Америки. Но Гитлера, кто является им, почему-то Лавров постеснялся назвать. Сегодня же были слова и от Путина все-таки звучали. Сегодня очень знаковый день, важный день, потому что 18 января это день деблокирования блокадного Ленинграда, ужасной блокады, которая унесла тысячи жизней. И Путин возложил цветы сегодня и к Невскому пяточку. И что он начал говорить? Он сказал, что госпереворот это первичный источник власти в Украине. Таким образом он намекает на нелегитимность украинской власти. Да что там намекает? Он прямо говорит, украинская власть нелегитимна. Но я напомню, что перед любимым мною Зеленским был любимым мною Порошенко, как раз после любимого мною Януковича. Но Порошенко российская власть вполне себе легитимным признавала. И руки жали, и какие-то документы подписывали. Почему-то тогда об этом не вспоминали. Может быть сейчас пришло осознание. Лавров затронул тему мирного урегулирования. Зеленский ее продвигал. Лавров назвал ее несуразной инициативой, в которой навалено все, что можно. Биологическая, продовольственная, энергетическая безопасность, покаяние РФ, трибунал, вывод российских войск и так далее. В связи с этим Лавров сделал очень важное заявление, что никакой речи о переговорах с Зеленским идти не может. Это действительно очень важное заявление. Ну то есть как? Он это дополнил тем, что хотя бы потому, что на законодательном уровне Зеленский сам запретил такие переговоры. Ну это конечно понятно, но только непонятно тогда. На переговоры с кем? Много-много месяцев намекали, а то и открыто говорили в том же МИД, который представляет Лавров. То есть иногда последовательность дает сбой. Мы можем вспомнить, что вместе с переговорами Лавров одно время обещал помочь Украине избавиться от антинародного режима. Позже были заявления, что не ставили себе целью сносить режим. Впрочем это диалектика. Мы можем помочь снести режим, вы же его снесете. А как будто бы не мы. Ладно, окей, это убираем. Но не убираем следующее. Замы, главы МИД. Когда мне говорят, не обращай внимания на то, что говорят наш МИД. Ну я читаю комментарии от русских. А мне пишут, да вообще не надо обращать внимания. Как не обращать внимания? Получается, все, что он говорит, это ложь? Ну тогда его надо называть Берхун, правильно? Или как-то там иначе. Почему не обращать внимания? Это, мол, дипломатия. Но дипломатия не равно ложь. К примеру, замы Лаврова заявляли, что Россия открыта к диалогу без предварительных условий. Еще в ноябре заявляли. Была только добрая воля со стороны Киева. Но Киев, по их мнению, зависит от западных кураторов. Что дальше зависит не от нас. Получается, что Киев не субъектен. Ну это разумно. Киев не субъектен. Поэтому западные кураторы, когда дадут разрешение на переговоры, Зеленский будет проводить эти переговоры. Или кто-то там еще будет проводить, представитель Киева будет проводить эти переговоры. Вроде бы разумно. И перекликается с сегодняшним. Несмотря на то, что практически в каждом интервью, что Песков, что Лавров, рассказывали о том, что Россия открыта к переговорам. Но получается к переговорам не с Киевом. Потому что там, во-первых, нелегитимный нацистский режим. Разумен я. Во-вторых, они не субъектны. Хрен или с ним разговаривать. Давайте разговаривать с Вашингтоном. Ну просили же... Окей, не просили. Предлагали же именно Киеву переговоры. Но он не субъектен. Хорошо. Но что тогда делать с Песковым? А это четко представитель Кремля. Который говорил, что войну можно завершить путем завершения цели или же мирными переговорами. Но сейчас они невозможны из-за позиции Украины. Так если у Украины есть какая-то позиция, которая противоречит позиции какого-то остального мира. А мы помним, как много в прессе рассказывали о том, что Штаты давят очень сильно. Вы помните, одно время прям как захлестнуло все новостные сюжеты федеральных каналов Российской Федерации. Рассказывая о том, как от Киева требуют переговоров, а Киев, мол, не соглашается. Так получается, это уже субъектность. Но если они не субъектны, в таком случае, что им скажут, то они и сделают. А мы помним статьи в политику, где говорят давят, а они не соглашаются. Как тут быть? Потом Лавров упоминал, что Москва готова сесть за стол переговоров, если поступит серьезное предложение. И если абсолютно законные требования России будут учтены. Как, к примеру, мол, мы готовы к шагам доброй воли и приводил даже в пример остров Змеиный. С кем за стол переговоров? С Киевом получается. А как быть с нелегитимной нацистской властью? Я не могу понять. Как можно вообще о чем-то договариваться с нелегитимными? Нелегитимных надо подчищать. Но говорят, не собираются. Так а с кем тогда переговоры? С Вашингтоном? Надо прямо говорить. Мы хотим переговоров с Вашингтоном. Вашингтон же при этом делает лицо такое, что никаких переговоров об Украине без Украины. Он же утверждал, что РФ вовсе не просит постоянно каких-то переговоров, чтобы выиграть время. Хотя именно такое впечатление создавалось, что будет опять какой-то Минск. Фишка в том, что в условиях Российской Федерации четко звучит потеря четырех регионов. Потеря четырех регионов это то, на что Киев никогда не пойдет, будь он в здравом уме. Никогда в жизни с этим не согласится. Вот аккурат к Новому году оказалось, что жесткие условия есть. Это четыре новых субъекта Российской Федерации. Песков и Лавров сходятся во мнении. Не может существовать никакой мирный план Украины, который не учитывает сегодняшних реалий с российской территорией, с хождением в состав России новых четырех регионов. Что такого случилось? Какой перелом случился у Российской Федерации? На фронте или еще где-то? Что они перешли к таким жестким требованиям? Возможно, этот перелом случился не на фронте. А связан он с личной позицией Путина. Он заявлял о необходимости признания новых регионов России, как считает Путин, в своих разговорах с Эрдоганом. Подтягивая Эрдогана в посредники. Но Эрдоган и сам туда рвется. Но однозначно никто не захочет быть посредником в переговорах, в которых Украина вдруг внезапно будет даже предложена потерять четырех регионов. Это невозможно. Поэтому происходит вот такой тупик. Или это может быть связано еще с кое-чем, во что я верить не хочу. По-прежнему не хочу. То есть, явно агрессивная риторика может быть связана с планированием наступления. Слышится это бредово. Но я сегодня пересмотрел видео свое и свое вообще состояние в первые минуты вторжения 24 февраля. Тогда это тоже выглядело бредово и невозможно. Абсолютно невозможно. Поэтому невозможное возможно. И может быть будет подвязано опять под какой-то символизм. Может быть под февральский 24 число. Кто его знает. В Беларуси что-то планируется. Плюс, судя по всему, танков в достаточном количестве не будет от Запада. Судя по всему, да ни хрена особо не будет от Запада. Я вам уже рассказывал, что получается Запад дает это вооружение исключительно для того, чтобы как вроде бы его испытать. Я вполне верю в то, что они на самом деле обкатывают вооружение. И столько вооружения для того, чтобы победила ВСУ. Имеется ввиду, ну как, победить Россию, захватить Россию невозможно. Это ядерное государство. Изгнать российские войска с территории Украины. Конечно возможно. Но для этого нужно вооружение. Но этого никто не хочет. Потому что чем дольше продлиться, тем лучше. Вы что думаете, там, глава Еврокомиссии, когда она с радостью потирает ладошки, заявляет о выделении очередного транша в 3 миллиарда. Она же не свои выделяет, правильно? А почему вы думаете, она так радуется от выделения? Я полагаю, что немножечко, как этих выделений, капает и у ее карман. И у других та же самая история. У всех заинтересованность в этой войне. Поэтому закончиться она, скорее всего, не может. Плюс Лавров заявил, уже заканчивая, о том, что надо будет как-то жить после войны. И он не знает, как жить дальше после войны. Даже если Россия отстоит свою правду. Ну, когда начинали 24 февраля. Наверное, об этом тоже думали. Или нет. Вот такие вот заявления. Полагаю, может быть связаны с наступлением. Может у кого-то созрела очередная гениальная идея. Пока.